Все-таки мужской такой анекдот, в общем, не девичий. Но все равно, мужики, значит, играют в покер. Возвращается его друг, который прошлую игру играл. Говорит, слушай, Петрович, я ничего не хочу сказать, но там в соседнем зале твоя невеста прямо на столе. Он говорит, так, все, ша, мужики. Все, играю, последнюю игру. А анекдот, который нравится мне, но он абсолютно женский. Лавочка, столик, вечер. Мужчины собрались играть в покер. Скоро будет смеркаться, жены их не увидят. Они тут же после этого достанут все, что с собой привезли, принесли. И вот тут в скверике нормально все это дело разобьют. Тем более кто-то останется при выигрыше. И только, казалось бы, уже все, открывается окно второго этажа, высовывается совершенно бледная, непонятная такая баба и орет, Иваныч, твою мать, домой! Он бросает карты на стол, говорит, ну все, ну не могу, Ну у всех жены как жены, но сидят дома. Я играю в покер, я никого не трогаю. Ну, ну, сейчас я приду и ее убью. Очкарик сидит такой, очки говорит. Я недавно смотрел передачу, там говорили, что если ты ее убьешь, то тебе срок. А вот если ты ее будешь любить 11 дней подряд, на 11-е она сама умрет. Тот и ушел. День играет без него, два, три. Тот же самый опять. Говорит, он, наверное, ее убил и с трупом сидит, боится выйти. Пошли его выручать. Стук в дверь. Открывает жена. Румянец вот такой. Тут все подвязано. Здесь скалка вся в муке. А она говорит, да что вы, дорогие мои, да вы же лучшие друзья моего друга, заходите. Водка в холодильнике, пельмени сейчас будут. Его не будите, он в спальне. Пока она катает, они к нему в спальню открывают, он бедный аж в матрас вбит. Они говорят, Иваныч, ты чего? Он говорит, да я-то ничего, мужик. Я нормальный, я привыкший. А мою дуру увидели, бегает, не знает, что ей всего пять дней жить осталось. Ой, я не слышала. Можно я расскажу? Мне так понравится. Я не знаю. Я его консультант скажу сейчас. Большой любитель бокса. Муж. Он же дома приготовил табуреточка, газетка. На газетке в облачко разобранное. Вся уже, все, что время не терять. Вот, кружечка. Там уже пошли позывные. Он с холодильника раз, так как пиво, наливает. Чашка, кружка так запотела. Пены почти нет. Он сел в кресло так. Там начался бой. Взял так, не торопясь. Смачный глоток. На треть кружки так вот ставит. В это время тут бах, Тайсон по морде. 17 секунды, все. Накал. И он так смотрит. На обла. На бутылку. На пиво. На телевизор. Да к жене. Она говорит, ну теперь-то ты меня понимаешь. Знаю, анекдот про смок. Хотите? Да. Про то, как сэр Джон выходит утром в гостиную или в столовую, где ему должны подавать овсянку. Открывает шторы, смотрит на Лондон. Заходит дворецкий с овсянкой. Сэр Джон смотрит на Лондон и говорит. Энтони сегодня смог. Поздравляю вас, сэр. Каждый вечер почти встречались старики-долгожители в доме одного почтенного старичка. И расписывали пулечку, играли в покер, во всякие жизнерадостные игры. И вот однажды они собираются, а одного из них нету. Ждут полчаса, нету долгожителя. Ждут час, нету полтора, два, нету. Испугались, занервничали. Звонят ему. Сейчас, 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 сейчас. Василь Никодимович, так ты дома? Ух ты! А мы-то испугались, мы думали, что случилось? Ну, ждем, собрались, уже расписали, уже ждем. Что ты говоришь? А старик ему говорит. Ребята, вы меня извините. У меня дама. Если смогу, не приду.